ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Теперь, как говорят люди, можно будет приобрести только одностволку или двухстволку-переломку Причем в законе даже есть оговорка, трехстволки тоже нельзя Страшное оружие такое, трехстволка Их особенно много у нас, очень много трехстволок Так, чтобы не третий ствол нарезной был, два гладких нарезной или наоборот два нарезных, один гладкий Про это вообще речь не идет, там 5 лет стажа, все такое У нас просто трехствольных ружей дробовых прямо в вагон, чтобы их отдельно присмотреть Вот, но не важно, трехстволки тоже запрещены для первоходов Но, соответственно, вот, но тут возник интересный вопрос Закон, помните, как с лентами? Мне очень нравятся ленты, вот просто Вот, но как и с лентами, закон прямо ограничивает магазин, барабан и трехстволку Если подходить формально к закону, никакого ограничения на полуавтомат, скажем, однозарядный или помпу однозарядную без магазина Ну, фактически нет То есть, да, мы же понимаем, что можно очень быстро заряжать помпу Можно очень быстро заряжать полуавтомат, забрасывая патрон просто в окно выбрасывания гильзы То есть, хоп, кинули, нажали кнопочку сброса затворной задержки Он, бух, закрылся, бах, выстрелили Опять он встал на затворную задержку, вы закинули патрон, нажали кнопочку, бум Но, кроме этого, кроме этого, в истории известны полуавтоматы, которые изначально были двухзарядными Это Beretta 25, B25, если я не ошибаюсь И был Браунинг, дабл назывался Вот, это, ну, то, что прям приходит То, про что мы писали, да, в свое время То есть, мы писали о них, как о таких ружьях Но, было ограничение два заряда для спортивной стрельбы По стрельбе, там, по глиняным, по тарелочкам, по голубям Было ограничение два заряда Вот, с двухстволкой можно было прийти на соревнования, с полуавтоматом нет Даже если вы заряжали по два патрона, вам говорили, нет Такие вот, англичане, нельзя Поэтому Браунинг, а за ним, соответственно, и Beretta Придумали ружья, в которых магазинов нет Причем, у Браунинга дабл Механизм крайне интересный У него вместо магазина просто там штифт И все Вот Заряжается он в следующем образом Вы открываете затвор, забрасываете патрон Нажимаете на затворную задержку, она закрывается А потом в специальное окошко слева Вкладываете патрон на лоток Там выпил просто сделан, и вы поклоните на лоток Все То есть по конструкции он очень сильно похож на обычный полуавтомат Браунинга, там, с коротким ходом ствола Ну, неважно При выстреле, соответственно, гильза выбрасывается А патрон с лотка подается в ствол Вы можете еще один патрон доложить, если вам нужно Вот, можете просто два быстрых выстрела совершить То есть у вас такая а-ля двухстволка, но полуавтомат Ну, нет, ну, а-ля двухзарядка, ну, полуавтомат Вот У Беретто еще все проще У нее Нету внутри никакого механика У него вы сверху на лоток вставляете Там такая ручка отходит в бок Подаватель Вы на него вставляете второй патрон При выстреле он подается в коробку Из коробки подается в ствол Все То же самое Можно дозарядить Сразу же дозарядить Так вот Формально по закону Формально по закону Данное оружие Не является ограничением На него нет Не распространяется ограничение У них нет магазина У них просто нету магазина как такового Вот Соответственно тут же приходит мысль А почему бы Не сделать, скажем МР там 155 По такому же принципу То есть магазин мы вообще убираем Добавляем окошко Для того чтобы можно было положить Патрон на лоток И у нас с вами Получается А так И у нас с вами получается Соответственно двухзарядное ружье Вот и все собственно Другой вариант Это Просто однозарядное ружье То есть мы просто вставляем штифт в магазин Он перестает функционировать Сертифицируем его как Оружие которое Не является оружием с магазином И опять же можем продавать Что называется Вот такая идея Как вы считаете Пишите в комментариях Насколько она реальна Спасибо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok